Привет всем! Сегодня мы решили отправиться в небольшое путешествие Итак, мы едем по магистрали Хемуса на Софию Первая точка в нашем путешествии это поселок или деревня Арбанаси У нас начался дождик Субтитры создавал DimaTorzok Вот такая у нас дорога около Шумина Загрузку можете сами увидеть Дорога почти пустая Все, мы приехали на вторую дорогу Магистраль закончилась Субтитры создавал DimaTorzok Вот наша стройка Вот новая магистраль Каждый год мы думаем, что вот-вот Но пока еще нет Вот она, наша мечта Скоро-скоро-скоро построится Приехали в торговище И сейчас будем делать небольшую остановочку для отдыха Банницу? Да Собаки, ну что ты хочешь? Интервью даем Интервью, давайте голодающие собаки Только не кусайтесь Все добрые, как все в Болгарии Мы на ОМВ Питаемся Выехали из торговища И теперь поедем в горы Дорога будет все веселее и веселее Едем на Урдак Это более новая заправка Выказана Культурная Мы на Солнечном берегу Вот название Разбойна Просто Хорошее название Для путешественников Тут живут разбойники Ну я и говорю Жители разбойны Как называется? Разбойники Ну так, конечно, место очень живописное Вообще мне очень нравится торговище Окрестности вот такие И в Награднике где-то были тут Да Ну все Мы въехали в горы Можно снимать прямо всю дорогу Но, конечно, мы этого делать наверное не будем Потому что передать все это великолепие очень сложно на камеру Но дорога просто супер Со всех сторон горы Вообще горные дороги это очень красиво Тут еще сейчас должна быть речка Просто каждый раз едешь и не можешь не снимать Хотя прекрасно понимаешь что другим это может быть как бы непонятно все твои ахеохи Для этого надо быть здесь Так, вот там уже пасутся коровки Начались луга Это просто сказка Это красивое такое небо сегодня И особенно когда эта камера так и смотрит Красивое небо Просто не хочется выключать Ну, прекрасно понимая что никто это смотреть не будет столько времени сколько мы Все хорошо когда это натурально Когда не через камеру не через что-то Но это должно быть в глазах Есть самолеты Какой-то странный памятник самолетам Город Амуртак Не знаю, я стал шешить Довольно большой город Такая у нас лента дороги в горах Дело в том, что Болгария Северная и Южная разделена горами И в горах сделаны такие проходы Но в эту поездку мы хотим съездить на Троянский проход То есть там очень высокие горы и должны быть очень красивые Кромедальные тополи Очень красивые дороги И вообще здесь такой участок красивый дороги Очень такой живописный Мы подъезжаем к пункту нашего назначения И вон какая-то туча нас ждет Грозовая Гроза Да, едем прямо в тучу Мы едем параллельно железной дороге Но поездочков пока не видно Небо не видно Здесь такое открытое место Красивое небо видно Мы повернули направо и теперь едем уже на населённый пункт Арбанаси. Теперь поверните налево. Всё. Вот мы приехали в Арбанаси. Это село с богатой историей. Оно основано в 15 веке и заселено албанцами. Здесь жили богатые ремесленники, купцы и мастера, которые торговали во всей Османской империи и за её пределами. Они обладали правом беспошлиной торговли. Мастера украшали дома, мастили улицы и всё это прекрасно сохранилось до наших дней. Вот такие сосенки красивые на холмике. Очень красивые. То есть мы сейчас в самый центр приедем, а цель будет внизу. Так, а вот это и есть полный центр, нет? Да, но это центр. Веродина. Красиво едем, если снимается. Теперь слегка поверните направо. Слегка. Вот и мы повернули направо. Через 200 метров слегка поверните направо. Ещё раз. Через 200 метров. Температура 19 градусов. Арбанашкин хам. Где? Вот он и есть наш. Нет, там вывеска была. Да? Там и какая. А нас в наш отель. Теперь слегка поверните направо. Да, сейчас ещё повернем направо. А отель сам где? А вот он. Комплекс Арбанашкин хам. Вы прибыли к вашей цели. Цель находится слева. Спасибочки, дорогие. А парки вы здесь? А, да. По-моему, да. Всё будет хорошо. Тима. Здесь по-моему, да? Тишина. Красота. Тишина. Тишина. Открываем. Это тяжёлую дубовую дверь. И входим. Вот такой у нас сразу шкафчик. Начнём сразу с ванной комнаты. Вот такая у нас красотень. Это кусочек камня. Эта рака, она стилизована под кусочек камня. И вот здесь просто чудесно всё отполировано. Работает. Ну а как же. И вот, пожалуйста, эти мыло, туалетик, душ. Вообще, очень всё стильно и довольно прилично сделано. При входе у нас сразу зеркало. Тут у нас, собственно, кроватка. Диванчик. Столик. Мы уже открыли окна. Поскольку в Болгарии все очень любят курить. Несмотря на то, что номера все для не курящих. Всё равно хочется сразу проветрить. Вот телевизор. Да, вот такой стол. Интересный. Интернет нам сказали, что здесь беспарольный. Сейчас будем пробовать. Ну а это вид. Из окна выглядит наш номерок. Очень большой. Очень красивый. Арбанашки хам. Комплекс. Тут есть ресторан и много отдельных корпусов. Итак, мы в Арбанасе. Вот на этой улочке мы живём. Улочки такие. Все стилизованные. Все в болгарском стиле. Из камушков. Вот крыша нашего отеля. Он оказался в низине. Что совершенно мной было не предусмотрено. Но зато в центре. Вот такие здесь дома. Мы как будто опустились во времена турецкого ида. Попали, так скажем, во времена турецкого ида. Полное средневековье. Здесь полное средневековье. Действительно. Вон только люди ходят иногда. Здесь не бывает безлюдно. Здесь всегда есть люди. Да, вот этот отель из вора я тоже могла бы забронировать. Он тоже такой стилизованный. Но чем меня этот привлёк, я сама не знаю. Нет, это дешевле. Живём здесь. 30 метров с сувенирами. С сувенирами. Ну, похоже, он... Закрылся. Да, видимо, сезон закончился. До 17. А, ну да. Тоже такое место. А, точно, мы тут обедали. Обедали с Егором, точно. А он работает? Работает. По-моему, работает. Здесь есть такой маленький зоопарк. Какие тут... Курочки. Вот эти павлины с хвостом. Привет. Ну, что-то... Ваши павлини-хвосты, наверное, что-то временно обрублены. Вот у этой точно. Вот у этого три пера есть. А, на улице всё закрыто. Понятно. Пошли ещё погуляем. Да, пойдём. Пойдём, зайдём в магазин, пока он не закрыл. Бассейн, да. Да. И он прямо к изворе примыкает. Ну, надо было отель из вора снимать, и тогда здесь можно... Был бы бассейн у тебя. Да. Нет, бассейна бы не было, но просто это... Лодка, бассейн. Да, это ресторан при этом комплексе. Вот он, красавчик. Посмотри, какие у него короны на голове. Сейчас мы увидим другое место. Такой, нет, тот сквер. И тут мы вдоль забора шли и фотографировались с Егором, я помню. Мы уже были здесь. Вот около этой дубовой двери какой-то совершенно неимоверный. Замочек какой. Да. А это вот? А это стучать. Это все такое старинное. По-моему, это точно с времен турецкого Игоря. Иларион Драгостина. Обязательное место к посещению. Чудесное. В стиле Золочек. Магазин закроется. Но мы не погибнем. Потому что механа работает. Позируем. Кот или кошка. Признавайся. Здесь можете завтракать. Мы тут завтракали. Это лестница и там еще есть люляка на улице. Еще одна механа. Видимо, не выйдет. У меня руки стоят по-другому. Вот все. Мы опять пришли в это место. Оттуда, в общем-то, и приехали. Сейчас мы вон там зайдем в магазин. Потом снимем схему поселка Рабоносе. Потом сходим в парк-отель. Запустим там дрончика. Из Великотыр было. Магазин сувениров, по которому мы очень скучали. Вот такая механа. Мельничка. Механа чешмака. Пошли искать место. Груши прямо над мусорными баками. Удобно. Прямо все груши на бачке. Будем снимать. Вот так облачно, что мы его не увидим. Да, вон там видно. Желтая, видишь, сквозь пустыня. Велла Данини. Вот такая Велла Данини, но все закрыты. Поворотики. И здесь Арбоносе Палас. Вот отсюда очень красивый вид. Частная собственность и вылезание за Бронёму. Идет гроза. О, ужас. На нас идет гроза. Мы тоже тут жили. В этом паркотеле внизу. Много машин на парковке. Да. Там довольно много машин на парковке. Вот это Болярское село. Это, наверное, отель. По крайней мере, тут стоят машины. Смотри. Да. Ужас. Там идет гроза. Черная-черная гроза. Ой, как красиво. И она идет прямо сюда. Мы идем по парку. Собирается гроза. Причем она идет довольно быстро. И мы решили вернуться в Аты. С дрейфи. Да. Мы такие трусливые. И мы все-таки решили все основные съемки отложить на завтра. Вот детская площадочка какая чудная. И такая мягкая-мягкая подстилочка. Вот деткам тут классно. Съемка пошла. Блогер позирует просто как модель. Модель-инстаграмщица. Мы в Арбанасе. Наконец-то приехали. У нас прекрасный чудный отель. Отличная погода. Несмотря на то, что к нам приближается страшная гроза со стороны Великатырного, там огромная черная туча. И нам пришлось даже отложить запуск дрона, а побежать скорее в отель. Потому что поднялся порывистый ветер. И вот-вот начнется гроза. Но не исключено, что она нас может обойти стороной. Поэтому все, как говорится, в руках Божьих. А сегодня мы не попали ни в один храм. Поэтому все останется на завтра. Памятник на Ратниките. Свободно на Болгарии. По Буромце. А тут имена. Павел Градов. Грамадов. Константин. Чоккан. Гуляем на закате. Гостей, конечно, мало. Она занимает очень много места. И мы заходили, по-моему, в прошлый раз отсюда. И снимали эту механу. И тут есть даже стаи за гости. Она, болгарка, закрыта. Здесь очень темно. Мы должны идти обратно. Да. Можно дрониться к тебе. Да. И закрыт пока. Все. И вакыш-то. А я хочу, чтобы они были. Какие синие. Дерево. Коряга. Ух-то. 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 а здесь у нас вот видите в ресторанчики вот это вещи для украшения ресторана уже подготовлены такие фонарики и внутри огонь смазать а как это или это такая обманзри даже кому нужно кому нужно можно войти в нужный вот мы идем из ресторанчика уже поздно поздно часов 8 не так поздно как темно дим к нашему отеля это совсем близко красивенько вечерние съемки в нашем отеле супер а там еще смотри какой-то бар не бар там много чего интересного если пройтись туда по дорожке но мы уже пойдем отдыхать где а действительно я попросила номер повыше думала что я буду снимать закаты но все как-то не сложилось с закатами отель очень атмосферный очень новый чистый я попросила тихий номер и он у нас самый последний к нам уже никто не придет никто нас не побеспокоит красивый красивый Продолжение следует...